Если вы офисный работник и ищете правильный перекус в офисе, значит скорее всего у вас присутствует дефицит времени. Иначе вы бы искали правильный обед в офисе. Более того, скорее всего вы испытываете и дефицит времени утром на приготовление пищи. Именно потому вы ищете информацию про перекус, на приготовление которого уйдут всего несколько минут вашего драгоценного времени с утра. И отлично, если вы ищете правильный здоровый перекус в офисе. Значит вы хотите дольше работать в этом офисе или в другом офисе. И со временем возможно вам понадобится мое пока еще не написанное видео «Правильный здоровый обед в офисе». А пока смотрите это видео до конца. И вы узнаете, что должен вам дать перекус в офисе. Какие основные опасности подстерегают менеджеры в офисе. Ну и как дожить до повышения в должности. И необходимости искать правильный здоровый обед в офисе. Что должен вам дать перекус в офисе? В первую очередь это белки. Белки помогают вам улучшать работу мозга. Создают тонус для всех клеток и в первую очередь для клеток мозга. Причем самым безопасным способом. Не повышая уровень артериального давления. Как это делают многие тоники. Белки также обеспечивают улучшение запоминания новой информации. И вам не станут напоминать про женскую память. Или про слабую вашу печень. Белки обеспечивают и надежное хранение ранее поступившей информации. И вам будет что вспомнить выходя на пенсию. Белки также помогают активировать обмен веществ в целом. Предупреждая ожирение. Особенно если на фоне недостатка в белках. Есть относительно избыток других источников энергии. На которые часто подсаживаются. Углеводы без жиров. А также присутствует гиподинамия в офисе. Она тоже нередкий гость в офисе. С которым пытаются бороться в последнее время экстремальными способами. Убирают у менеджера стул. И поднимают стол. Поднимают рабочее место. Он вынужден стоять. Да. Стоя. Тратится примерно вдвое больше энергии. И вдвое меньше вероятность попасть в ожирение в офисе. Но. При таком отношении к своему здоровью. Очень сложно потом будет уйти или дойти до офиса. Потому как при такой нагрузке. Жестко увеличивается нагрузка на все суставы. Особенно суставы ног. В которых будет легко развиваться артроз. И это очень серьезная проблема. Нельзя так резко менять условия работы в офисе. Даже если вам хочется активно побороться с избыточным весом. Углеводы. Также должны входить в перекус. Это источник энергии. В первую очередь для мозга. Причем источник экологически чистой энергии. Углеводы. При их полном сгорании. Извлечении из них всей энергии. Образуется углекислый газ и вода. Это легко удаляемые соединения. Вода нужна всегда. В ней идут обменные процессы. С ней удалятся обменные шлаки. Ну а углекислый газ. Сделали глубже выдох. И все. Вы от него избавились. И в организме опять чисто. И прекрасно. Но он при этом хорошо работает. Вот если после работы планируется еще и физ нагрузка. Углеводы обеспечат и работу мышц. Не стоит снижать вес за счет физической нагрузки. Потому как очень трудоемкий это процесс. Проще обеспечить физ нагрузку углеводами. А с ее помощью разогнать обмен веществ. Доставляя кровь ко всем органам и системам. Получив достаточное количество крови. В них активируется обмен веществ. И горят те самые жиры. Без прикладывания вами титанических усилий. Поэтому очень важно поступление источников энергии. Особенно углеводов. Перед работой. Ну и в нужных количествах. Иначе избыток углеводов легко превращается в жиры. От которых при малоподвижном образе жизни в офисе. Очень сложно избавиться. И несущественно. Будут у вас углеводы простые или сложные. Время на перевозе сложных углеводов. Крахмала наиболее распространенного. Примерно 15-20 минут. Поэтому сложные углеводы от простых. Отличаются вот этим вот. Достаточно небольшим промежутком времени. После которого все они в виде простых углеводов. Всасываются в кровь. И если они не пошли в топку обмена веществ. Тогда естественно попадают в жировую ткань. Жиры также должны быть в перекусе. А их чаще всего избегают. Учитывая высокую калорийность. А зря. Работа мозга это переработка химической энергии пищи в электрическую. И чтобы вначале накопить вот эту самую электрическую энергию. А затем отправить в нужном направлении заряд энергии. Вам нужны жиры. Жиры являются диэлектриком. Который позволяет как в конденсаторе набрать нужный заряд. И отправить его. Нет жиров и ваш организм обесточен. Более того. Не работает главный фильтр и снабжение с вашего организма. Печень. Которой на обезжиренной диете. Легко возникают разнообразные проблемы. Связанные с ситуационным застоем желчи. Чаще всего страдают женщины. У них просто значительно чаще возникает дискинезия желчного пузыря. В следствии анатомических особенностей строения желчевыделительной системы. Ну и генетически ослаблена печень. Могут попасть конечно под ситуацию и мужчины. У которых есть различные заболевания печени. Жировой гепатоз. Театогепатит. Перенесенный когда-то гепатит. Не существенно какая проблема может быть в вашем организме. Но работа печени. Это регулярный сброс желчи. И самым простым способом вы можете достичь этого. Просто не забыв положить в перекус. Небольшое количество жира. Менеджеру в офисе безусловно нужна энергия. Основной источник которой все таки это принятая пища. Ну если вы не солнцеед. Хотя среди офисных работников. Солнцееда вряд ли встретить можно будет. Все таки электрический свет в офисе. Солнце не заменит. Мощность не там. Потому что правильное сочетание белков, жиров и углеводов в перекусе очень важно. Витамины, макро, микроэлементы также важны менеджеру. Они активируют обмен белков, жиров и углеводов одновременно. Частично содержится и в перекусах. Однако перекус в офисе это лишь часть системы правильного питания. Его основная задача обеспечивать стрессовую активность фактической энергии. Или фоновую. А сбалансировать весь рацион должны иные приемы пищи. Все таки завтрак, полдник, ужин. А собственно перекус может состоять из большого количества продуктов. Выбор которых существенно ограничивают источники жидкости, наиболее часто используемые офисными работниками. Поэтому смотрите это видео дальше и вы узнаете какие опасности подстерегают менеджера в офисе. Какие же опасности подстерегают менеджера в офисе? Самая главная опасность это желание интенсивно работать любой ценой. Чаще всего цена самая высокая. Не утрата здоровья. Чаще всего утрата жизни. То что большинство идет именно этим путем подтверждают используемые средства. Ну и статистика смертности среди молодых менеджеров. В свое время в 70-80-х годах прошлого века синдром молодого менеджера зародился в Японии. Десятками тысяч умирали молодые менеджеры. Не понимая насколько можно интенсивно работать. И нужно ли уделять внимание восстановлению. Работа это здорово. Но без восстановления ни одна система не сможет работать. Человек может до определенного предела. В рационе менеджера очень часты поливитаминные комплексы. Согласен. Витамины нужны. Если их не хватает в пище можно добавлять извне. Но часто грешат высоким содержанием витамина С. Или некоторые используют заменитель. Очень популярен отвар из плодов шиповника. Прекрасная штука. Витаминов С достаточно много. Но. Что дает витамин С человеку? Ну и в данном случае менеджеру. Высокую работоспособность. Да. Выпил. Отвар или поливитаминный комплекс принял. Работоспособность есть. Вопрос какой ценой? Витамин С способствует выбросу из отворщиков стрессовых гормонов. А вот нужны ли менеджеру дополнительные стрессы? Сомневаюсь. Тем более, что в стрессе нарушается как собственно пищеварение. Так и работа основных фильтров. Печень и почек. И при этом не существенно какой перекус попадает в организм. Перекус не может полноценно перевариться и усвоиться. А самое главное. Нарушается усвоение белков. Их тяжелее всего и дольше всех переваривать. И процесс переваривания белков нарушается в первую очередь. Что вам достается? Углеводы и жиры. А это путь в ожирение. Это путь в депрессию. Это путь в сахарный диабет. Это путь в аутоиммунный тиреидит. Подагу. Метаболический синдром. И другие болезни. Они легко возникают на этом фоне. Правда? На фоне всплеска активности. Который создает еще одну проблему. Чрезмерная активность на фоне вышеперечисленных заболеваний. Либо пути в них. Серьезная угроза уже для вашей жизни. Поэтому с витамином С. Неважно он синтетического либо натурального происхождения. Лучше не баловаться. Чуть лучше иной способ повысить работоспособность. Употребляя чай либо кофе. При правильном использовании этих самых популярных стенизирующих напитков в офисе. Вы таки можете получить ожидаемый результат. Учитывая время повышения работоспособности после употребления этих напитков. И при правильной комбинации с перекусом. В этом случае и чай и кофе можно использовать годами и десятилетиями. Дальше именно об этом. Как дожить до повышения должности. И необходимости искать видео про правильный здоровый обед в офисе. Чтобы дожить до обеда в прямом смысле слова. А в перспективе еще и до повышения по службе. Нужен интенсивный образ жизни. Поддерживать правильным питанием и употреблением воды в нужном количестве и в нужное время. И понимая, что вряд ли менеджер откажется от употребления чая либо кофе. Правильный перекус в офисе становится специфичным. Самая безопасная, как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе комбинация чая или кофе с продуктами питания. Она давно уже проверена. В Индии, в Тибете. Это комбинация с молочными продуктами в одном приеме пищи. Когда для повышения работоспособности предлагается чай с молоком. Кто-то называет его тибетский чай, кто-то называет английский. Несущественное название, существенная суть комбинации двух продуктов, которые делают систему безопаснее. С одной стороны, кофеин не может жестко, активно попасть в кровь. Это уменьшает некоторые компоненты чая либо молока. С другой стороны, молоко блокирует щавелевую кислоту и держит суставы менеджера. Даже если у него отняли стул и подняли его рабочее место повыше, чтобы он стоя выполнял свою нагрузку. Ну и заодно, если используется черный чай, его часто используют в такой комбинации. Лучше конечно пить зеленый. Но черный чай в чистом виде все-таки усиливает вероятность развития онкологии в нескольких системах по некоторым органам. Черный чай с молоком, он в этом случае безопасен. Ну а расширить гамму вкусовых ощущений помогут пряности. Корица, имбирь, кардамон. Выбирайте по вкусу. Вкус ваш. Но параллельно, что вы получаете, вы не просто вкусовые ощущения расширяете. Вы усиливаете наполнение биологически активными веществами, витаминами, микроэлементами. Больше того, вы помогаете таким способом переварить и молоко, и заодно другие продукты питания. Вы серьезно изменяете свое здоровье в сторону плюс и свои шансы дожить до повышения и до необходимости искать правильный обед. Вы можете состав еще в большей степени расширить и комбинировать чай либо кофе с другими молочными, вернее кисломолочными продуктами. Используя твердый или полутвердый сыр, мягкий либо плавленый сыр, возможно и блюда на их основе, когда-то и такое видео напишу. А чего не хватает в таком перекусе? Да, углеводов. Они могут поступать как в составе собственного чая либо кофе в виде обычного сахара, так и вместе с перекусом с продуктами растительного происхождения. А будут это фрукты, овощи, блюда из круп или злаковых несущественно. Даже хлеб подойдет как источник энергии, лишь бы вы его правильно съели. Чего еще часто не хватает менеджеру, чтобы дожить до повышения по службе здравого смысла? Кроме перекусов имеет значение правильное сочетание режимов труда и отдыха. Правильный перекус имеет смысл, если отдых достаточен. Напомню несколько индикаторов. Отсутствие синдрома хронической усталости. Темный кровь под глазами. Бодрость с утра. Высокая работоспособность до вечера. Отсутствие метеочувствительности либо метеозависимости. Также любой до того правильный перекус теряет смысл, когда есть нарушения в пищеварительной системе. Астрит, панкреатит, дискинезия желчного пузыря, дисбактериоз кишечника. Либо нарушена работа печени. Жировой гепатоз, стеатогепатит нарушают усвоение многих полезных веществ. Особенно белков. Более того, при некоторых заболеваниях нарушена переработка пищи в нужные вам компоненты. Либо если присутствует вейтосуистодистония. Это система транспорта в кровеносное русло. Если вегетососудистая дисстония. То есть нарушена регуляция сосудистого тонуса. Соответственно нарушено распределение полезных веществ по вашему организму. Первый кто будет страдать безусловно мозг. Они потребляют больше крови. Больше полезных веществ нужно. Автоматически страдают и другие органы и системы. Безусловно перекус в офис можно было бы сделать и посложнее. Но чем сложнее перекус. Тем больше времени на его приготовление. А его как правило у менеджера нет. Он же предпочитает интенсивно работать. И нужно обеспечить именно вот эту интенсивность работы правильным перекусом. Совет тем у кого этот перекус не переварился. Ну простой. Обратите внимание на свое здоровье. Если у вас возникают проблемы с перевариванием пищи. То фактически не имеет значения какой продукт питания вы вносите в свою пищеварительную систему. Он там изменится до неузнаваемости. И что из него попадет клеткам. Просто непредсказуемо. На чем работать будет мозг. Опыты идут. А пока вы думаете как относиться дальше к своему здоровью. Я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. И подумаю какое видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Продолжение следует. Продолжение следует...